Привет, друзья! Мы продолжаем проходить ПВЗ-2 китайская версия. Прошли ивенты по пиратским морям, и я кое-что успел оттуда вынести. В частности, я успел накопить некоторое количество пазлов на обычный грахомет. Вот, в последний момент успел забрать. И прокачал его до третьего левла. Кстати, следующий ивент это будет ивент Дикого Запада. Интересно, что там будет. А итак, друзья, нам этот одинарный грахомет очень даже пригодится в этот раз. Давайте, кстати, посмотрим. По зельям. Да, надо, кстати, решить, что прокачать лавглаву подсолнух юрского периода. Розочка, кстати, может быть весьма эффективный. Или чомпер. Чомпер, я сомневаюсь, что его надо как-то прокачивать, хотя он весьма крут. Они все весьма круты на пятом левле, но вот у меня очень мало вот этих зелий. Поэтому, наверное, все-таки лавглав будет качать. Но я еще подумаю над этим. Итак, давайте дальше полистаем. Итак, друзья, чтобы ориентироваться по прокачке по зельям, тут, в общем-то, не сложно. Вот это вот синеватое такое зелье для синенькой такой окантовки растений. Соответственно, зелье фиолетового цвета для вот таких вот эпических растений. Белое зелье для растений в белой окантовке. Ну и, соответственно, желтенькое самое дорогое, да, для вот этих вот лек, собственно. У меня, кстати говоря, для лек уже 11 банков накопилось. Тебе же можно вполне себе прокачать какую-нибудь леку, но у меня нет достаточного количества паззлов, естественно. Ну да ладно. Сегодняшняя серия будет посвящена тому, что мы продолжим проходить ПВЗ-2, китайская версия. И затронем мы, наверное, два уровня, друзья мои. Попробуем все-таки четвертый осилить и третий на три звезды. Четвертый уровень будет весьма-весьма непростой. Я приблизительно представляю, что там будет, друзья, потому что именно для этого я и прокачивал, собственно, грахомет. Но до сих пор не уверен, что мы там справимся. Давайте смотреть. Сперва разберемся с третьим. Здесь, в принципе, все будет легко. На третьем вот этом вот дне. Итак. Значит, что мы здесь будем делать, друзья мои? Предлагаю затестить какое-нибудь растение. Как раз таки, думаю, было бы неплохо затестить розочку, друзья мои. Давайте-ка посмотрим, как она работает, чтобы уже точно убедиться, что растение-то хорошее или не очень хорошее. Также нам нужна будет подстраховка. Ну, подстраховка у нас неплохая идет в виде вот этой вот звездочки. И, в принципе, я думаю, что больше нам ничего особо-то и не понадобится. Поэтому наберем чего-нибудь так от балды, да? Так, опять же, на всякий случай. Я даже не знаю, давайте вот это возьмем. Вот это вот лучше не брать. Так. Да, возьмем, не знаю. Хотя нет, стенка нам обязательно понадобится. Иначе как мы тестить-то будем? Давайте возьмем самую нашу сильную стенку. Это самые обычные зомби. Они быстро сдохнут. Тестить, по сути, надо, конечно же, на толстых зомбиях. Поэтому на три звезды, когда будем брать этот уровень, обязательно повторим. Так. Ну, давайте вот здесь, наверное. Вот не запел подсолнух. Ну, теперь запел вроде. Надо было немножко сместиться, ну да ладно. Итак, вот, стеночки будем вытружать сюда. Сюда будем высаживать розочки. Поначалу бьет вроде по площади, но это, если подкормка срабатывает. Но срабатывает, кстати, часто подкормка на розочке. На самом деле, я бы подсолнухи-то убрал, вот эти вот. Чтоб они тут не нарушали ничего. Так, что мы там забыли, проели что ли? Не могли они проесть, видать. Я тут просто-напросто забыл разместить стеночку. Так, а это что такое осталось? Смотрите-ка на розочках. Так, ну вот ведро. Ну, тут роза, конечно, справится со всеми. Я так думаю. Хотя сейчас поглядим. Да, справляется. Но, признаться, друзья, сомнительно. Учитывая, что роза-то у нас 4-го урока. А эти зомбари прям совсем никакого. Орех у нас, я так понимаю, восстанавливается. Но он успевает это сделать, потому что зомби совсем простенькие идут. Такое же испытание мы устроим для розочки на 3 звездочки, что называется. Ну, паузы довольно-таки долгие. Она, конечно, разбирает зомбарей, но... Учитывая, что им надо впритык подойти... И, признаться, не слишком-то хорошо. Она разбирает их. Опять же, с учетом того, какого уровня розочка и вот эти вот зомби... Такой. Номерия. я думаю справится розочка но опять же долго она работает вот эта вот фигня ну-ка сейчас посмотрим вторая будет доставать нет вот это ведро обе будут ковырять или только одна только одна видите просто остается это бред друзья бред и давайте посмотрим работает ли она по площади сейчас высадим резко тогда да работает три на три клетки ясно я думаю не стоит разочеку качать хотя вроде бы как и повышается дальность атаки или просто сил увеличивается там непонятно уж затыкивает короче говоря розочка но сомнительно с учетом того что у нее еще и одежка при ней должно быть довольно сильное растение но работает только в один ряд что не есть хорошо с розочкой вроде бы как понятно я думал она довольно сильно но чё-то мне кажется я ошибаюсь когда уже этот грахомет сменится хочется уже что другое да друзья вот это реально штука работает но надо с осторожностью к этому подходить пора бы менять этот грахомет мы его уже в общем-то собрали теперь пойдут зомби толстые и и можем еще чего-нибудь потестить даже не знаю что нам тут тестить да а можно кстати вот эту хератень потестить она вроде бы неплохая так чем тут уберем розочку нафиг давайте вот эту штуку как раз посмотрим как она тут справляется или не справляется а то что-то как-то прокачали ни разу не используем так пацаном запил а это хорошо так да вот у этого тоже подкормка срабатывает надо бы побыренькому высаживать а то мы всех нафиг сметем и четкая штука конечно правда дорогая прикольненькая прикольненькая друзья с таким он четко у него клюв что ли да давайте ка тут тоже так ураганчиком пролетим так эффектно эта штука работает почему что говорить о малой малой сметаем просто всех ура так здесь подстава потом будет до малой появится так посмотрим как они там работают под этими штуками так 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 ну если чё у нас звёздочка то есть мало ли чё ну если чё у нас звёздочка то есть мало ли чё так у нас ещё отлив будет малые появится наверно проелись вот эти мы чё даем обойти все проели ну да ладно ну это то есть мы их сносить ну 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 делаем бреши Бреши. Вот тут вот практически проели, смотрите-ка, да. Ну, в принципе, справляется это растение в один ряд. Или даже в случае что, в принципе, достаточно подкормить только вот средние ряды, где, в принципе, проблем никаких, да. Но оно, в общем-то, садежка это растение, поэтому в подкормке очень сильно. Давайте его напугаем. Ну, вот и протестили. Так, и здесь у нас одежка для капустопульты собирается. Окей. В принципе, она нам пригодится. Вот, интересный уровень, друзья. Вот эти колечки означают, что будут особые условия. А в начале, вроде как, все легко, но потом... Потом будет очень сложно. И вот почему, друзья, сложно. Здесь у нас грохомет. Самый обычный грохомет, который, по идее, должен был у нас качаться с самого начала. Но именно он у нас прокачан, скажем так, не очень. По понятным причинам. Нам также демонстрирует вот это вот замечательное растение, которое, по идее, должно бы нам помогать. Но помогать оно будет только здесь в начале. Но она, в принципе, будет помогать и потом. Но вот эти грохометы не факт, что справятся. Потому что испытания будут очень серьезные. Как вы можете видеть, сейчас вот эта вот водоросль тянет под воду всех. Но очень скоро она не будет тянуть под воду вообще никого. И это будет испытание на 3 звезды. Потому что будут очень толстые зомби и очень слабые растения. Книги. Естественно, здесь в начале целесообразнее всего будет тянуть под воду именно бедра. Бедра! Ну или сразу несколько там, да? Ну это было легко, потому что на одну звездочку, друзья. Здесь базовая бодрствель справляется на ура. Ну вот, что будет на три звездочки. Там ее как раз открывают заодно. Думаю, есть резон подшуманить здесь немножко и как-то повысить дамаговые свойства. Во-первых, грахометка. Тут я ему вот эту штуку привязал. А во-вторых, вот этой вот водоросли. Давайте-ка мы ее найдем. Вот она. Она самая обычная у нас. И было бы неплохо ее вот тоже как-то... Так, нет. Вот это вот сделаем. С дракона. Ну, временно снимем. Что поделать. Вот. Теперь на ней будет висеть. Потому что сейчас реально нам это нужно. Ну и стена орех там, в принципе... Она тоже нам немного помогает будет, стена ореха. Потому что она взрывается, когда ее проедают полностью. Но... Там надо будет очень хорошо продумывать все. Как вы можете видеть, здесь ведра третьего и второго уровня. Грахомет третьего. Но... Грахометик такой себе, если признаться. Водоросль будет тоже помогать. Но посмотрим, насколько ее хватит. Возможно, отлив-прилив имеют значение. Здесь, по крайней мере. Но это, скорее, сделано для усложнения, чтобы мы не высаживали водоросль. А, поэтому... Конечно, стены придется сюда сажать. Поглядим, что тут у нас получится. Как видите, водоросль не утягивает. Теперь взрыв. Да и дамаг от нее сомнительней. Видите, да? Что чувак подошел прям впритык. Это при том, что я его несколько раз... Я, в принципе, куда бедно, но какие-то подвижки есть. То есть и на ведрах сконцентрироваться, в принципе, как бы, да? Плюс еще грахометик не самый слабенький, надо сказать. Че уж там. Эх, не успеваю вот этот вот. Так. Так. Главное ведра, друзья. Остальные не имеют целого значения. Так. 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 Ну, в принципе, в принципе, что я хочу сказать-то. Я думаю, что справимся, друзья мои. Ну, сейчас посмотрим еще. Вот это два ведра сразу. Так, коцные ведра наверняка уже никуда не дойдут. Так, есть. У нас пробойка. Справится, Горохомет? Всё, вот видите, когда рядом высаживаешь, они просто пропадают. То бишь, они работают только пока ведут зомби. Дальше уже нет. Ну, вот этого остается дострелять. И, в принципе, я думаю, что мы разберемся с этим зомби. Можно так подсаживать, чтобы он на эти водоросли отвлекался. И... Справились. Сказалась прокачка. Сказались бонусы, которые я там повешал на эти растения. Ну, вы сами видели, насколько всё было сложно. И Горохомет второго уровня здесь весьма-весьма сомнителен в плане затаскивания этого уровня. Ещё один пазл на капустопульту на одёжку. Ну что ж, друзья, я думаю, что продолжим уже в следующий раз. А я благодарю вас за просмотр. Всем удачи и пока. Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok